Бюджет Днепра 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 Но все будет во многом зависеть от принятого государственного бюджета. На сегодняшний день мы планируем из расчета 12,4-12,3 миллиарда гривен. Сколько денег планируется, что уйдет в качестве реверсной дотации в национальном бюджете? Скажем так, нельзя говорить, что уйдет в качестве реверсной дотации. Мы недополучим реверсную дотацию. Если в этом году у нас реверсная дотация, благодаря тому, что доходы населения были значительными, город получил 701 миллион гривен по вычислению реверсной дотации по этой формуле. На сегодняшний день формула сохранилась 50 на 50, но за счет того, что вырастет минимальная заработная плата, реверсная дотация будет рассчитана таким образом, что мы недополучим 160, примерно это предварительно, 160 миллионов гривен. 160-180, вот примерно такие расчеты. Все будет зависеть, опять же, от того, какой объем зарплаты выйдет в белую, скажем так. Но предварительные прогнозы и расчеты, это от 160 до 180 миллионов гривен, город может не досчитаться средств, снова-таки, благодаря тому, что растет заработная плата. Поэтому, наверное, необходимо говорить тоже с центральной властью о том, что если в городе Днепре увеличиваются заработные платы, они становятся более белыми, необходимо, наоборот, стимулировать территориальную громаду нашего города и пересматривать формулу по реверсной дотации. Давайте теперь перейдем к более конкретным, скажем так, проектам и конкретным цифрам. Какую сумму в 2020 году потратят на продолжение реконструкции набережной и сколько денег, собственно, на это направлено именно из городского бюджета и будет ли? Значит, на сегодняшний день в удовлетворенном бюджетном запыте на реконструкцию набережной планируется 100 миллионов гривен. Это планируется на работы, связанные от Мерефа-Херсонского моста до круга, до разворота на жилом массиве Победа. Это будет благоустройство непосредственно пешеходной набережной, велодорожки. И пока мы говорим о такой сумме, за следующий год эта сумма будет подрядчиками и заказчиками выполнена как инвестиция в реконструкцию нашей набережной. Спасибо большое. Сергей, какие, по вашему мнению, проекты нужно реализовать в рамках социальной защиты населения Днепра в 2020 году и какие из них самые важные? Мы все получили проект бюджета для обсуждения, анализа. Действительно, в него нужно детально вникнуть, рассмотреть согласованность статей дохода и расходную часть, определить рациональность расходной части. Для нашей политической силы всегда было важно обеспечение работы учителей, медиков, а также поддержка малозащищенных слоев населения. Мы уже подготовили некоторые наработки для бюджета 2020 года. Сегодня, к сожалению, в городе большое количество людей находится на уровне бедности. И, скорее всего, что бюджет в ущерб каким-то красивым картинкам или каким-то реконструкциям должен иметь более социальный характер. Депутаты фракции «За життя» будут работать над тем, чтобы в бюджете 2020 года в полной мере было обеспечено финансирование заработной платы и отраслей как представителей здравоохранения, так и учителей. А также мы будем настаивать на том, чтобы социальный блок, который должен все-таки поддержать сегодняшнее время жителей нашего города, имел более превалирующий характер, максимально превалирующий характер по сравнению с другими, может быть, имиджевыми проектами. Спасибо большое. Камиль, сколько денег заложено на ремонт дорог в Днепре на 2020 год? Спасибо за вопрос. Но я хотел бы сказать общее про бюджет. Это, на самом деле, мой коллега правильно сказал, такой планируется бюджет, выйти на сессию городского совета. Но я хотел бы сказать, что в нем также есть цифра субвенций, которая датируется нам из госбюджета. Без субвенций данный бюджет составляет 10 миллиардов. Я также хотел бы подчеркнуть, что в этом году, скорее всего, наш местный бюджет недополучит около 200 миллионов. Это то, что касается акциза. И 200 миллионов – это то, что касается, был отменен закон об оценке земли с индексацией в условиях инфляции. Это каждый год повышалось на уровень инфляции, повышалась оценочная стоимость земли. Соответственно, из этих денег платился больший налог в местный бюджет. Соответственно, на сегодняшний день он примерно составляет, мы недополучим тоже 200 миллионов. Итого 400 миллионов мы недополучим. Что касается еще и серьезный вопрос, который еще до конца не решен, это образовательная медицинская субвенция, которая выделяется нам из Киева и примерно составляет 3 миллиарда. На сегодняшний день в проекте государственного бюджета эта сумма, которая должна прийти в Днепр, стоит 1,5 миллиарда. То есть 1,5 миллиарда у нас еще будет не хватать. Но я надеюсь, что до второго чтения по бюджету эти правки будут изменены, и наш город не будет со своего бюджета финансировать эту дотацию. Что касается дорог. Дорог – это благоустрый. На благоустрый в этом бюджете, в проекте данного бюджета выделено 138 миллионов, пока такая цифра есть. Но конкретно какое количество и на какие дороги она пойдет, это, безусловно, будет уже известно тогда, когда будут опубликованы титула. Соответственно, пока нет титулов, мы видим общую приблизительную сумму, которая должна быть там. Но куда она конкретно пойдет? На благоустройство, на фасады, на дороги, на какие-то внутриквартальные дороги. Мы этого еще не понимаем. И я думаю, что после следующих заседаний профильных депутатских комиссий, таких как комиссия ЖКХ, и когда мы увидим титула, тогда мы четко будем понимать, какая сумма будет выделена на дороге. Сколько денег в бюджете Днепра 2020 планируется выделить на развитие городской транспортной сети? Есть ли там вообще такая статья расходов? Безусловно. Городская транспортная сеть, если, например, мы рассмотрим вопрос касательно инспекции по парковкам, то у них сумма в данном бюджете составляет 26 миллионов. Что такое 26 миллионов? Это непосредственно та сумма на заработную плату сотрудникам, там около 75 работников, и коммунальные, и энергоносители. Если речь стоит о закупке новых эвакуаторов, то это чуть другая статья, она финансируется через КП «Мисковтопарк», и приблизительная сумма, которая будет планируется быть выделенной в бюджете, в местном бюджете на 2020 год, составляет около 16,5 миллионов. Поэтому это предварительно такая сумма, которая, скорее всего, будет приниматься. Я хотел бы также еще сказать, что это все цифры, с которыми работают профильные комиссии и профильные департаменты. И, скорее всего, может быть такой вариант, что данные суммы будут корректироваться либо в большую, либо в меньшую сторону. Спасибо большое. Артем, возвращаемся к вам. Сколько денег выделяется на реконструкцию парков в Днепре на 2020 год? Будет ли она вообще проводиться? И планируют ли проводить какие-то работы в парке «Глобы»? На сегодняшний день мы не планируем работ в парке «Глобы». Одна из основных причин – это потому что не подготовлены пока проекты по реконструкции парка «Глобы». Возможно, будут выполняться отдельные текущие ремонты, но пока это в планах реконструкции масштабной нет. Город продолжает идти по пути, скажем так, парковой децентрализации, назовем это так. Мы строим небольшие локальные парки в разных регионах, в разных участках нашего города. И в следующем году планируется завершить строительство парка Писаржевского. Планируется привести зеленые зоны города в различных локациях на левом берегу, в Приднепровске, в центре города, различные скверы, малые зеленые зоны. Планируется их привести в порядок. Сумма, которая на сегодняшний день выделяется, это сумма порядка 120 миллионов на сегодняшний день. Но, как сказал Камиль Юрьевич, на сегодняшний день все цифры не окончательные. Проект бюджета обсуждается сейчас в комиссиях. И именно поэтому в прошлую пятницу были общественные слушания. И на общественных слушаниях тоже поднимался вопрос о необходимости увеличения объема финансирования на парковое хозяйство. И во время рассмотрения и профильных комиссий, и бюджетной комиссии, которую я имею часть представлять, мы этот вопрос тоже будем обсуждать и финализировать. Сколько денег из городского бюджета Днепра направят в 2020 году на поддержку ОСМД? И, соответственно, сколько денег уйдет на ЖЭК? У нас действуют две программы. Программа, назовем ее так условно, программа софинансирования, где ОСББ и ЖСК имеют право подать проект бюджета и предложить свою сумму софинансирования, которую вместе с жильцами они потратят на этот проект. И вторая программа – это программа прямого финансирования со стороны городского совета, которая не требует софинансирования. Эти две программы общей сложности и общее финансирование – 70 миллионов. Общий ремонт сектора, который не является ОСББ, ЖСК или кооперативами, обслуживающими это, или мы называем привычно, ЖЭКовское таким сленгом жилье, на это жилье будет потрачено, планируется выделить средства, порядка 140 миллионов гривен. И, учитывая то, что у нас ОСББ составляет примерно 25% от всего жилого фонда города, это максимальный показатель, который мы имеем на сегодняшний день, по разным оценкам 20-25, то мы говорим о том, что порядка 30% город инвестирует со всей суммы в ОСББ, и мы говорим о том, что пропорциональность поддержки соблюдена в данном случае. Какие крупные проекты планируется реализовать в программе социально-экономического развития на 2020 год, и какая сумма заложена в бюджете на эти траты? В программе социально-экономического, ну и, как мы уже сказали, о набережной 100 миллионов. К сожалению, в связи с тем, что вот и о тех проблемах, о которых говорили мои коллеги, что необходимо финансировать социальное направление, необходимо говорить с властью в Киеве об увеличении дотации, мы сейчас не можем говорить о каких-то существенных инвестициях в те или иные инфраструктурные проекты, но планируется набережная, планируется парк Писажевского, планируются отдельные локации, и я думаю, что общее благоустройство у нас будет, качество его повышаться, мы с коллегами, как депутаты, я уверен, все будем обеспокоены тем, чтобы контролировать качество тех работ, которые производятся в городе и заказчиками, и подрядчиками, чтобы те деньги, которые город выделяет, те деньги, за которые мы, как депутаты, голосуем, чтобы у нас качество предоставляемых услуг и качество жизни только возрастало. Спасибо большое, на этом мы будем заканчивать, я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам и рассказать об этом, всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok